Медицинский альянс врачей мира под руководством самого знаменитого медицинского центра мира Гарвардской медицинской школы постановил исключить молоко из списка продуктов, полезных для здоровья. Скажу честно, что не только для нас, докторов, которые учились и работают в России, но и для докторов самых разных стран это не было неожиданностью, слишком много накопилось научных фактов. И все-таки мы выросли на мысли о том, что молоко – это один из главных продуктов питания. Молоко содержит уникальный набор белков, жиров и углеводов. Молоко содержит кальций и является источником кальция для человека. Наконец, молоко содержит витамин D. Тем не менее, прошло два года. Факты, которые появились о коровьем молоке, стали еще страшнее и тревожнее. Поэтому ровно через два года мы все-таки решили, что вы должны знать о том, как современная медицина относится к коровьему молоку. Ничего не поделаешь. Эта тема стала темой нашего специального проекта по борьбе с ханжеством и мракобесием. Много лет молоко считалось главным продуктом для здоровья детей и взрослых. Но в последние десятилетия проведены исследования, которые изменили отношение медиков к этому продукту питания. Результаты оказались сенсацией. Оказалось, что молоко может стать причиной преждевременной смерти человека. Так пить или не пить молоко? Разберемся с ним. Бесханжество и мракобесие. Итак, бесханжество и мракобесие. Разбираемся в проблеме и приводим вам только факты и ничего больше. Факт первый известен дольше всего. Слово кардиологу. То есть, в принципе, очень тяжело говорить на эту тему, потому что мы сами были взрослые на этом молоке, но известно. Половину калорий, которые содержат молока, приходит из жиров. И кружка молока содержит примерно 10% суточной дозы холестерина, которую разрешено потреблять человеку. Итак, худший жир, пойдемте к макету, содержится именно в молоке. Нигде больше. Это так называемый твердый жир. Все продукты, которые являются производными молока, точно так же содержат этот твердый говяжий жир. Несмотря на то, что корова ведет довольно здоровый образ жизни, потребляет только травку, результат он один. То, что мы потребляем животные жиры, они приводят к развитию атеросклеротических бляшек. Это приводит к развитию атеросклероза в сосудах сердца, головного мозга и нижних конечностей. А это приводит к развитию инфаркта миокарда, инсульта, потери конечностей и в конечном итоге смерти человека. И все это происходит, когда человек употребляет большое количество молока, богатое животными плохими жирами. Итак, друзья, говяжий жир худший из всех жиров известных человечеств. Он содержится в молоке и во всех молочных продуктах, сделанных на основе коровьего молока. Но оказалось, что есть факты пострашнее жира в коровьем молоке. Факт второй. Всем понятно, что современное молочное производство сосредоточено на огромных промышленных, по сути, предприятиях. Так вот, коровы, которые выращиваются и от которых берется молоко для нашего с вами питания, лактируют или производят молоко примерно 300 дней в год. Для этого их кормят специальными кормами. Скажу для справки, что корова в обычной жизни дает молоко не более 180 дней в году. Исследование молока, полученного от коров, которые производятся в промышленных объемах, на фермах, показало, что содержание вещества, которое называется эстросульфат, в 33 раза превосходит содержание этого вещества в молоке у коров, которые дают молоко в течение 180 дней. Это вещество, эстросульфат, что тоже доказано на популяционных больших исследованиях, вызывает повышенное заболевание раком у мужчин, раком предстательной железы и раком яичек. Вот смотрите, будем показывать, что вот это раковые клетки. И вот что происходит дальше. Смотрите, когда мы принимаем это молоко, пьем, Количество раковых клеток начинает прогрессивно увеличиваться и становится все больше и больше. Вот такие события могут происходить, когда вы употребляете молоко, содержащее в большом количестве гормоны. В чем беда? Дело в том, что все данные в цивилизованных странах о составе кормов, о том, каким образом корова, родившая теленка, может выделять молоко не 180 дней, как положено природой, а 300, то есть почти в два раза больше, целый год. Вот все эти данные в мире публикуются. В России мы не обладаем данными, добавляются ли эти компоненты в корма коров, компоненты, стимулирующие выработку молока или нет. Эти компоненты являются гормонами. И предположить, скорее всего, можно, что они добавляются, на этом стоит все производство. Так вот, к сожалению, молоко промышленного производства стимулирует развитие рака у мужчин, рака предстательной железы и рака яичек. Это тоже доказано. И, наконец, еще один факт, который, в принципе, тоже был известен, но мы считали, что с ним можно примириться. Последний факт. Конечно же, одна из самых известных аллергических реакций, особенно у детей, это аллергия на белки коровьего молока. Но кроме аллергии существует еще другое состояние, которому, к сожалению, подвержены до четверти населения Земли. Итак, молоко входит в список всего из девяти продуктов, которые являются истинными аллергенами. Раз. И два. Каждый четвертый житель планеты, то есть каждый четвертый из нас, не переносит молоко. Да. Такое состояние называется лактазная недостаточность. И вследствие этого имеет проблему с ее потреблением. Встает один единственный вопрос. Что делать? На что заменить молоко? Он встает и перед врачами, поверьте. Поэтому у нас для вас три совета. Итак, мы должны получать белок из молока, мы должны получать жирорастворимые витамины, и мы должны получать кальций. Замены шаг за шагом. Ну, я думаю, что зачем замену вкуса и белка? Мы можем заменить или кокосовым молоком, или рисовым молоком. Кто без молока жить не может. Это будет полная замена плохих животных жиров, плохого говяжьего жира, на хороший, однозначно, растительный жир. Другая часть нашей заботы – это получение кальция. И кальция мы можем в большом количестве получать, употребляя китайскую капусту, бобы. Они богаты кальцием, и мы совершенно спокойно можем иметь нормальный уровень потребления кальция, используя эти два продукта. И, наконец, пункт номер три. Что делать с витамином D? Откуда мы его тоже можем получить? С молока мы черпаем довольно большой объём витамина D, но с детства знаком, наверное, человеку любому, особенно старшего поколения, рыбий жир, который мы получали в виде противно пахнущего раствора. Теперь этот рыбий жир запакован в капсулы, которые не имеют запаха, и его можно попросту принимать как лекарство. Итак, два грамма рыбьего жира. Это полулекарственная форма в сутки, два грамма в сутки. Полностью компенсирует вашу потребность и в витамине D, и в омега-3 жирных кислотах, которых, кстати, нет в молоке. А вот здесь в рыбьем жире есть. Вот это советы. Поверьте, два года мы думали, стоит или нет об этом говорить. Но когда появилась информация о том, что молоко промышленного производства может вызвать рак, к сожалению, молчать уже больше нельзя. Мы хотим, чтобы вы об этом знали. Как финал нашего выступления, вот такая наклейка на пакет с молоком. Врачи против. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ